Ты, 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 призрак, господи, это точно призрак, он полностью похож на тебя, чё за чертовщина, ты человек? Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить 25 лет спустя, не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Её подняли за руки и ноги, принесли ко мне и бросили рядом, Алиса. Из её носика до сих пор шла кровь, по лицу и рукам я заметил, кучи гематом и шрамов. Неужели она настолько терпела? Неужели настолько посрать ментам? Она слабо дышала, в ней ещё была жизнь. Нужно. Нужно бороться, пока она ищ... жива. Сознание угасло. Всё, что я успел. Дотянуться до тёплой руки давней подруги, сжать её. После чего провалился в бесконечную пустоту. Семён? Вокруг было темно, но я очень хорошо ощущал, что нахожусь средь моря, на каком-то замызганном плато. А вот слова. От кого они были? Я не ощущал кого-то поблизости. Семён? Ты меня слышишь? Лена? Это твой голос? Я забыл, какой он. Он такой... нежный. Как же я скучал. Даже спустя столько времени? Нет. Я забыл. Точнее, начал забывать. Но как только я вернулся, проснулся старый я. Вспомнил, как страдал многие годы после нашей смены. Я пытался написать. Я даже пытался приехать. Пытался оправдать себя, но кому я лгал? А что его удерживало от приезда-то, блядь? Это даже пытками нельзя назвать. Если хочешь, то ты добьёшься, а не будешь ныть годами. Спасибо, что признался. Сказал правду. Ну а почему ты не предупредил, что не сможешь вернуться в лагерь? Я хотел. Хотел после этого поцелуя, но ты так умчалась быстро. А раньше, признаться, просто боялся. Всё это пожирало изнутри. Она спросила тебя, почему? И тут я почувствовал естественное прикосновение к моей щеке. Оно казалось реальным. Я сразу вспомнил мгновение 82-го. И я виноват. Ты ждала. Ты умерла из-за меня. С этим осознанием так трудно жить. Мой маленький... Мой маленький сон из Семёша. Не губи себя этими мыслями. Живи будущим. А я всегда буду рядом. И я буду рядом. И я застранец, Семён. Каким мы с Эллом. И я, Семёша, всегда буду рядышком. Тут только не грусти, никогда. А куда Элла дели? Наш отряд всегда будет с тобой, где бы ты ни был. Электроника забыли, суки. Теперь я ощущал всех из моего отряда, не считая Алису. Она ещё оставалась в том, суровом мире. Одна, без меня. Я должен спасти её, любой ценой. Но перед уходом у меня возник очевидный вопрос. Лена, я всё изменю. Я спасу Алису, и мы восстановим лагерь. Ну, увидимся ли мы ещё? Всенепременно, мой милый. Всё, что я ощущал, растворилось. Снова темнота. Снова пробудилась боль и надежда. Я вот так не могу догнать. Чё, он не приехал? Или он уже говорил об этом, но я забыл настолько, это увлекательный мод. Чёрт. Чёрт выбери, я не помню. А как известно, надежда умирает последней. Силы переполняли меня. Я встал даже несмотря на град ударов. Откуда они во мне взялись, не скажу. Сейчас передо мной стояла физиономия. Физиономия стояла прям ноги из от ушей. Физиономия их главаря, который от удивления чуть ли язык не проглотил. Он смотрел чуть выше меня. В общем-то, туда все пялились. Неизвестно что, но это их напугало. Разбойники начали мигом покидать место, оставив меня наедине с Васей. Ты, 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 призрак. Господи, это точно призрак. Он полностью похож на тебя. Чё за чертовщина? Ты человек? О, сука! Наверное, за тебя много денег отвалят. Мутант обоссанный. Кто же его успел обоссать? Он встал на изготовку и бросился на меня. Но резкий пинок его сразу остановил. Тот упал, схватился за живот. Ещё раз увижу, сдохнешь! Убирайся! Хорошо, ткни, убивай, чёрт! Я ухожу! Ага, обойдёшься! Он достал пневматику, навскидку сделал пару выстрелов. Пневматикой он собрался убить призрака. Хе-хе, блять. Большинство в молоку, но от нас задело ногу. Я немного согнулся, но тут же ринулся к этому. Приложив все силы, я как следует впечатал ему в лицо и повалил на землю. Тот даже не шевелился. После чего подбежал к Алисе. Она только-только приходила в себя. Семён? Это ты? Как же хорошо, я думала, это всё. Не, ещё не всё. Рано ещё с чем-то кончать. Ну, всё обошлось, потерпи. Есть место, куда тебя отнести? Хе-хе, поздно, Семён, очень поздно. Времени остаётся немного. Хе-хе-хе. Она выглядела бледной. Кашель становился всё чаще и кровавей. Я лишь догадывался, но ссылался на то, что внутри ей всё отшибли. Или как там. Тебе нужен покой. Не накручивай, хватит. Я отнесу тебя. Вызову медиков, да чёрт, Алиса! Вряд ли они понадобятся. Я уже... Уже есть дело к ним. Они выписывали какие-то антибиотики, но эта придурочная их не пила. Всё бесполезно. Это какое-то заболевание. Туберкулёз. Хорошо, хоть он не передаётся. Ммм, чёрт знает, есть закрытый и открытый тип. Кх-кх-кх. А куда эти ушли? Я проснул руку под коленную ямку и шею. И поднял её над землёй. И понёс в сторону лаг... Ворот лагеря. Медлить было нельзя. Судя по всему, она с этим вирусом давно. Плюс физический урон усугублял ситуацию. Один вон валяется. Ещё вроде жив, но что-то начал... Что-то начал шевелиться. Остальные убежали. Погоди, не переводи тему. У меня так много вопросов. Я это понимаю. Твоя голова взрывается. Ты хочешь узнать о восемьдесят третьем? Хочешь узнать, для чего приехал? А я ещё хочу узнать, чё он не приехал. В восемьдесят третьем. Нет. Точнее, да. Но почему ты сразу не пришла и не сказала мне? Я бы поверил. А леса, кстати, не сказать, что сильно изменилась. Несмотря на её окрепшее тело, её лицо было миниатюрным, как у настоящих леди. Такой же маленький подбородок, такие же пламенные глаза. А чё не очи? А главное, всё та же прическа, всё тот же цвет. Я ж понимаю, что ты бы не поверил. Да и откуда мне знать, что ты в сорок лет не выставишь меня за дверь, пошлёшь подальше. А оказывается, ты сентиментальный маленький Семён, чему я безумно рада. Не выставил и поверил бы. Не зарекайся, а к-х-х-х. Это ты сейчас так говоришь. В любом случае, ты доверился мне, узнал судьбу отряда. Узнал, что лагерь живой. Может, догадываешься, для чего я тебя позвала? Передать лагерь ему. Это же очевидно. Не дать забыться лагерю. Помочь ему... Е... Ему восстановлению. Интересно, этот текст хотя бы пересчитывали после этого, как написали или нет? Или так сойдёт? Мы вышли на площадь, медленно подбираясь к воротам. У моего кнопочного телефона не было связи, пришлось идти ближе к вышкам. Они, по моей памяти, как раз находились и в той стороне. Легче, конечно, оставить Алису в укромном месте, но не сейчас, не в этот раз. Да, всё верно, это необходимо. Помнишь, ты обещал помочь во всём? Теперь самое время. Я желаю, чтобы ты заменил меня. Я не сильно удивился, ибо намёки к этому были. Но я забеспокоился, задал встречный вопрос. Постой! Заменить тебя? А ты куда? Сил совсем не осталось. Скоро меня не будет. Да прекрати! Ничего с тобой не произойдёт. Я тебя вытащу. Скорую вызову. Но только, как я её вызову? Сказать, чтобы приезжала в заброшенный лагерь, которого нет на картах? Дождя, сначала ещё дозвониться надо. Да и до города будь здоров. Я побежал, но даже новые силы умудрились покинуть меня. Площадь была позади. Клубы. Я побежал на даже новые... Блядь, стоп. Клубы, после чего ворота. Я снова стоял на этой дороге. Положил её на траву, чтобы набраться сил и понести дальше. А Лиса не хотела, чтобы я тратил силы. Она желала, чтобы я оставил всё на своём месте. Но я устал быть пешкой в руках. Хотел хоть раз перевернуть историю. Множество часов я тянул Алису к ближайшему городу. За ногу, что ли, тянул. Никогда так тело не болело. Плюс ещё болячки со старого боя проснулись. Казалось, что покину мир вместе с моей подругой. Ни машин, ни людей, ни помощи. Мы были наедине с природой, где не было намёка на цивилизацию. Но как только я заметил каменные джунгли, так сразу воодушевился, побежал, неся её на себе. Она говорила, что это не имеет смысла, что для неё это конец. Намекала вернуться в лагерь, навестить её домик и найти документы. Которые заверяют, что это место юридически... Относится ко... Принадлежит, блять, относится. Только у меня было своё мнение на этот счёт. Донести до больницы, узнать её состояние через приборы и спокойно выдохнуть А потом к лагерю Голосом она поведала историю об этом в осенне Говорила, что она лжёт, что мы не нападали первое Мол, они сами начали вылавливать пионеров и издеваться Вожатые были бессильны, милиция тоже, вот и решили сами навести справедливость Милиция бессильна против колхозников Вы, блядь, издеваетесь, что ли? Так и начался конфликт, который происходил по сегодняшний день Группу первоочерёдно вела месть, а уж потом контроль над этим местом Помимо этого я узнал кучу интересных фактов о 1983 году Что их отряд пополнился сразу на три человека По старой лагере наконец-то навестили, проникли в ту бездонную яму и многое другое Даже был новый вожатый, о как! Ольга была руководителем, именно она открывала новую смену А вот про призрака Алиса ничего не могла ответить Поэтому, потому это явление спихнули на помощь духов Вскоре мы попали в регистратуру Девушку в срочном порядке госпитализировали А меня оставили подтвердить её личность Её паспорта я не имел Максимум, что рассказал о ней Примерный возраст и полные фио А вот пересказать произошедшее я точно не смог Приврала намекнул, что на нас напали какие-то неизвестные в черте города Где нет камер и прочего Тх, сначала ещё надо было узнать, где такое место Всё это я указал в бланке Ещё поинтересовались вызвать или участкового Участкового-то при чём? Я отказался, чётко ответив потом После длительного и мучительного ожидания вышел в рочь То есть они даже не то, что обязаны вызвать Это регистрируются Сразу в базе данных Алло После длительного и мучительного ожидания Вышел врач Сказал несколько слов Её состояние тяжёлое Ничего не могу обещать После чего попросил обратиться на кассу для подбития счёта Около суток я торчал в той клинике Но большую часть времени я спал Поскольку Потому что организм требовал восстановления Изредка бегал в туалет Изредка выходил, чтобы купить себе хоть какую-то еду Потом снова вышел врач Сказал, что ей лучше Даже обнаружили редкое заболевание Да как мы об этом уже знали? Лечение будет дорогим и продолжительным И я, не имея причин отказаться, согласился Главное, что обнаружили Спустя неделю вновь оказался в лагере Правда, уже отдохнувший чистый Подобрал свой дневник, который чуть ли не разваливался от сырости Сразу же прошёл в домик Алиса ГПТ, на удивление, я не повстречал Внутри всё было обжито То верёвки бельевая натянута, то всякая техника стоит Вон даже заметил капельки крови на подушке А под ней небольшую папку с документами Которая предназначалась мне Семёну И Алиса не наврала Там вправду была дарственная на эти земли Спустя полгода я продал свою квартиру Упуская этот геморрой с нотариусом и МФЦ Ух, как же я ненавидел бумаги Особенно эти организации Но теперь я был без прописки Гениально Все деньги я вложил в этот лагерь И его восстановление Алиса к тому времени поправилась И начала помогать мне Ну а чаще я загружал её юридическими вопросами В которых мало разбирался Да и период восстановления ещё не закончился Куча стройматериалов Бригада рабочих из соседней Азии Из средней Азии И мотивация Соседняя Азия Это Казахстан Хорошо говорил Все хорошо Буквально за несколько лет Мы возвели лагерь Немного расширив Обновив Но сохранив культуру того времени Куда расширив? По моему пределы лагеря Указаны в документах Приставка была пионерской Многих родителей заинтересовало это Ведь большинство выходцы этой организации Поэтому Савёнок начал вторую жизнь Более востребованно О нас говорили в СМИ Имя Савёнок постепенно начало равняться С крупными лагерями Пока не обогнал Имя не обогналь Их в своей популярности После этого прошло много лет Были такие же отряды Как и наш Которые приезжали Тем же составом Чем-то они напоминали нас Молодых и здоровых Алиса осуществила эту мечту Она возродила лагерь Она исполнила свою цель Одним вечером Я решил навестить её Но она Просто Пропала Поиски ни к чему не привели Сколько не искал Не было никаких намёков Я до сих пор не увидел Лену Которая пришла С явлением Если не увидела Как-то я хотел бы увидеть Она мёртвая Э! Бро! Сколько я не засыпал Видел обычные Спокойные сна Обснил Ладно Постепенно начал Забывать и Относить это К предсмертному Преду А что до дневника Он оказался В библиотеке Правда Немного переделанный Больше походил На сказку Чем на правду Причём Маленькому поколению Она до безумия Нравилась Конечно Стук народу Погибает На моей записи До сих пор Не могли дать ответа На вопросы А кто такие Духи Что находились Под старым лагерем Были намёки Ведь существовали Те слова От молодого Меня Старый лагерь Правда Мне было Сейчас Всё равно Возраст Не позволял Как и здоровье Потому Я просто Следил За лагерем Часто Бывал Вожатым Обрёл То Чем я Желал Всю Взрослую Жизнь Чувства Ведь После Гибели Родителей Совсем Всё Изменилось И Как только Перешагнул Ворота Вернулся Старый Я Добрый Отзывчивый И местами Глупый Семён Этот момент Изменил Мою жизнь Так И Всё Сценарист Дарк Краб Дарк Краб У меня Есть Дикие Сомнения Что тебе В принципе Стоит Писать Но Если Продолжать Писать То Очень 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 Много Читать И Не Модов ПБЛ А Книг Вот Это Все Советы Которые Можно Было Вбодать Потому Что Технически Ну Почти Нормально Есть Есть Косяки Юного Косяки Крупной Крупной Брошью На Хвостике Она А 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 Я Тут же Встал Подошёл И Поинтересовался С какого Она Отряда Ничего Моим Пионерам Бояться Правда Ответ Меня Поставил В тупик Я Из Отряда Ольги Дмитриевна Я Ходила В лес В старый Лагерь Но Когда Когда Вышла Моя Сестра И Остальные Куда-то Пропали Тут Всё Очень Странно Ещё Выглядит Дядь Что Такое Ольга Дмитриевна Слушай Как Тебя Зовут Откуда Ты Знаешь Это Имя Меня Зовут Луна Можете Звать Луну Дядь Она Моя Вожатая Что Же Не Так Её Все Знают Вы Должны Знать Её Слёзы Без Остановки Шли По щекам Видимо Я Пугал Девчушку Своим Непониманием Но Какая Ольга Дмитриевна Я Помнил Только Свою Вожатую Которая Давно Умерла И Я Задал Прямой Вопрос Который Обязан Был Луна А Какой Сейчас Год Можешь Ответить Причём Тут Год Дядь Зачем Такие Вопросы Сейчас же 1983 Ёбушки Воробушки И Вот И Вот Мы Наконец-то Закончили Да Как я уже Сказал Тут По тексту По тексту Просто Опас Такое Чество Что Человек Сел Написал Текст И И Даже Не считал Что он Написал Отдал Кодеру Тот Тоже Нихера Не смотрел Что он Кодит Не Ну То есть По коду В принципе Почти проблем Нет Не посмотрел Какой текст Он заносит В код Ему было И так Нормально Тестеры Видимо Тоже Хуйца Забили Типа И так Сойдет Зачем Стараться Так Так Сильно И так Нормально Все будет Короче Всем было Нормально Тут Пришел я Такой Бля Хуево Я ХЗ Что сказать Весьма Странный Мод Божаться Что Не было Желания Сделать Свой 7DL Хотя По стилистике Текста И тому Как они Выбирали Сценарист Выбирал Пизда Охуительные Просто Эпитеты Это Явно Была Попытка Сделать 7DL Ну Вот Не надо Привирать Я понимаю Что это Кому то Может Нравиться Но Это Было Очень Слабо Я Не понимаю Как это Получало 5 звезд Я бы Отсела Поставил Ну Звезды 2 Наверное И то 2 звезды За старание И то Что доделали Таки до конца Мод Все На этом Мне больше Нечего сказать А дальше Надеюсь Будет Что то Более Интересное Ну Посмотрим А сегодня У меня Все Всем Спасибо За просмотр И Всем Пока До встречи В других Прохождениях Вернись Ко мне Моя Мечта Из уголков Пустой Вселенной Верни мне Жизнь И Согревай Освободи Меня Из плена